Всем привет! Сегодня готовим самый мягкий и вкусный нарезной белый батон на молоке. Все знают, что домашний пив гораздо вкуснее и полезнее магазинного. Для приготовления молочного батона нам понадобится теплое молоко, рассеянная мука, свежие дрожжи, сахар, соль и сливочное масло. В чистую миску налить теплое молоко и растворить в нем свежие дрожжи. Добавляем просеянную муку и замешиваем опару. Накрываем полотенцем и отправляем в теплое место для подъема на 25-30 минут. Через указанное время возвращаем опару, добавляем теплое молоко, растопленное сливочное масло, сахар, соль, добавляем просеянную муку и замешиваем тесто. Муку добавляйте постепенно, не всю сразу. Так как мука у всех разной влажности, поэтому вам может понадобиться чуть меньше или больше муки. Получается вот такое мягкое эластичное тесто. Накрываем полотенцем и отправляем на расстойку на полтора часа в теплое место. Подошедшее тесто выкладываем на рабочую поверхность, присыпанную мукой. Осторожно раскатать тесто в прямоугольник. Накрыть полотенцем и оставить в покое на 5-10 минут. Затем подкатать в виде рулета. Защипываем края и формируем батон. Выложить батон на противень, застеленный силиконовым ковриком или бумагой для выпечки. Накрыть полотенцем и оставить на 45-50 минут. За 5 минут до посадки в духовку сделать острым ножом косые надрезы. Смазать молоком и выпекать 30-40 минут при температуре 180-190 градусов до золотистого цвета. Пока печется батон, приготовить крахмальный кисель. 3-3 стакана воды закипятить с 1 столовой ложкой сахара. В остальной воде развести и размешать 1 чайную ложку крахмала. Затем крахмальный раствор тоненькой струйкой влить в кипящую воду. Непрерывно помешивая, чтобы не было комочков. Все, сиропчик готов. Переливаем чистую банку. Какой сироп или кисель можно хранить несколько недель в полнодельнике. Готовый батон сразу после выпечки смазать заваренным крахмалом. Он придает батону блеск и делает корочку очень мягкой. Я очень люблю домашний хлеб и пеку довольно часто. Этот молочный батон получается воздушный и долгое время остается мягким. Всем спасибо, что посмотрели видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.